Приветствую, друзья, на библейском портале Экзогет. Ответы на ваши вопросы. Если не хочется в монастырь и замуж, тоже не хочется, возможно ли спастись в одиночестве? Но кто же запрещает? Господь вовсе не обрекает нас на один из этих общепринятых крестов, но христианская жизнь вполне возможна и в безбрачном состоянии. Монастырская жизнь является удобным средством исполнения обетов крещения. Супружеская жизнь. Человек лишает его юношеской свободы и также сильно, если только не впадет он в отчаяние, и сообщить ему много добродетелей в связи с той необходимостью жертвы на любви, в которой он, оказывается, заключив узы семейные. Человек, остающийся в одиночестве, важно, чтобы понимал, почему он остается в одиночестве. Если это надменное отчуждение в стиле экзистенциалистов, учащих о вечном, пожизненном заключении человека в одиночной камере собственной шкуры, поэтому в каком-то гордом одиночестве, как некий дух, как некий демон, в самодовольном и отчужденном от ближних состоянии находит для себя больше всего отрады, тот, конечно, пускай вспомнит строчку нашей классической русской поэтессы Это не одиночество, смерть и друг. Это вовсе не иночество и монашество, которому присуще, особенно в первые десятилетия монастырской жизни, братская жизнь, общежитие, преодоление страстей и обучение терпению и милосердию к ближним. Это нечто совсем другое, и часто вот это желание остаться в одиночестве уживается с глубоким эгоизмом и намерением удалиться от других, чтобы меня не трогали, когда есть прожиточный минимум, когда есть какая-то собственная религиозная жизнь, может быть и формальная, поверхностная, но она удовлетворяет, устраивает человека, то, к сожалению, навык эгоистический, навык воспринятый из юности, когда вокруг тебя все вращались, а потом оказалось, что мир — это необходимость вращаться тебе вокруг ближних, как говорил Борис Пастернак, жизнь — это только сон, только растворение нас самих, во всех других, как бы им в даренье. А если тебе не охота, и ты превращаешься, как некогда брошенное зерно в землю, не захотевшее дать плод из себя колосу, превращается в малую окаменелость, небольшой камушек. Если не умрет пшеничное зерно, падшее в землю, то останется одно, то есть окаменеет в своем одиночестве. А если умрет, то есть собою пожертвует, разложится не в смысле нравственного разложения, а в смысле деторождения тех плодов, которые производит пустившее росток зерно, то великий принесет плод и для самого себя, и для многих других. Так что сама по себе жизнь уединенная, похвальная, она может удобно изолировать человека от влияния мира. Но надо не забывать, что исчисляя врагов нашего спасения, апостол-евангелист называет еще два источника нашей погибели. Кроме мира, еще это и плоть, и дьявол. А для дьявола нет препятствий к доступу в самый серьезный и от мира удаленный затвор. Мало того, святые отцы и говорят, что благонадежнее спасаться с братьей, поскольку люди, хоть и несовершенны, но то озлобятся, то смягчатся. А дьявол никогда не смягчается. Именно он за отсутствием близких впрямую воздействует своими соблазнительными стрелами на человека, возомнившего о себе или признавшись себя готовым к уединенной жизни, удаленной от людей, а самое главное, чуждой жертвенного служения, подвига служения им. Поэтому тот же Борис Пастернак осознает перемену своей жизни, как готовность раскрыть заклеенные окна, мне хочется к людям, в их гущу, мне хочется им служить. Это после чтения Евангелия, произошедшая в нем перемена, зафиксированная в его блистательной поэзии, как раз описывает это его устремленность от уединенного полуунылого и полуживого состояния к тому труду, служению, который уже совершается в обществе человеческом. Так что всякие с рассуждением подходят и к собственному своему уединению, и к собственному своему исхождению на Стогнеграда, где ожидает его многообразное служение, поскольку и тем, и другим можно воспользоваться для своего спасения, но и то, и другое может хранить в себе занозы и стремнины, угрозы и капканы для бессмертной человеческой души. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok